Чем отражена благоприятная среда для инвесторов? Ростом деловой активности. 45 предприятий в Когалыме представляют промышленный сектор, нефтегазовая отрасль, энергетика, строительство, транспорт, сервисные компании. Их представители встретились с зарубежными коллегами. Организуем поставку продуктов, грузов, которые связаны с добычей нефти и газа, добывающей индустрией. У нас товар, у них купец. Очевидное инвестиционно значимое преимущество округа – наличие огромных запасов углеводородов, полный комплект инструментов для их добычи и переработки. Достаточно активно развивается нефтегазовый сервис. В этом ключе представителям иностранных компаний есть что предложить. Артем Ильин рассказал о наработках своего предприятия в качестве защиты от металлокоррозии. Мы работаем с крупными отраслевыми предприятиями. В основном это энергетический комплекс, нефтегазовый, ну и дорожное строительство, такие как мостотресты и так далее. То есть мы стараемся идти в крупные промышленные сегменты. Естественно, у нас есть ряд контрактов. На постоянной основе идут поставки на Волжскую ГЭС. Интересен опыт представителей химических, строительных, энергетических предприятий, участников бизнес-делегации. Кроме того, внимание зарубежных гостей привлекла и туристическая отрасль. Культура, кухня, бизнес. Это можно все объединить и сделать в Плюсселе этнофестиваль. Это сейчас очень популярно. И у вас все уже готово. Уже есть музей, уже есть одежда, уже есть фольклор. И это очень, мне кажется, будет успешно. Это европейцам очень сильно нравится. Как известно, что европейцу хорошо, то для русского перспективно. Как доказательство этому соглашению между Коголымом и Болгарией о сотрудничестве, оно будет подписано уже этой весной. Сотрудничество, то есть в различных направлениях. Основное, конечно, сотрудничество, то есть в туристическом направлении, чтобы мы могли приезжать делегациями, то есть и в Болгарию, и, конечно же, принимать здесь. Югра – благодатная почва для новых идей, новых проектов и программ. Под занавес форума представители самой крупнейшей европейской бизнес-ассоциации общались уже неформально с Коголымскими предпринимателями, обменивались опытом, контактами. Можно сделать вывод, что, несмотря на морозы, инвестиционный климат в северном городе – тропический, континентальный. Юлия Фисенко, Николай Сапожников. Специально для Новостей.